привет дорогие друзья с вами дмитрий карапенко добро пожаловать в выпуск номер 78 нашего проекта английский для детей их родителей мы продолжаем слушать и читать серию рассказов о детках 4 сегодняшняя глава начинается называется the second night вторая ночь я вкратце перед каждым перед каждым слушанием вашим в начале каждого подобного видео повторяю на всякий случай рекомендации что делать с этим видео и аудио на всякий случай и так вкратце упражнение номер один мы слушаем вы слушаете аудио которое будет сейчас вскоре начнется несмотря в текст то есть не надо никуда смотреть вы около 10 минут она идет это аудио слушаете языка носителей и пытаетесь естественно понять что тут у нас происходит заодно оцениваете сразу же ситуацию сколько вы понимаете да упражнение номер два сколько бы вы не поняли 80 процентов 90 процентов или 45 процентов упражнение номер два видео назад отматываем и слушаем опять уже смотря в текст для вашего удобства я клацаю периодически курсорчиком в начале абзацев когда языконоситель читает чтобы вы не терялись если что и на всякий случай в описании к видео ссылочка на онлайн текст вы можете клацнуть эту ссылочку и текст будет у вас перед глазами вы его можете и как бы идти по нему с той скоростью которая удобна лично вам а не так как видео да упражнение номер три вы читаете сами этот текст вслух крайне мере я вам очень рекомендую вслух не про себя именно вслух можно не очень громко если там вы кому-то мешаете данным вслух по ходу дела у вас в зависимости от вашего уровня английского будет встречаться новые слова в разном количестве ясно что чем выше уровень тем их меньше но даже если уровень нормальный все равно пару штук мелькнет если вы начинающий то их будет много вы их обрабатываете со словарем англо-русским можете пользоваться лингву translate google translate то есть онлайн google translate можете с любым электронным словарем можно и с бумажным конечно но это очень очень долго и так то есть вы анализируете этот текст знакомитесь с ним читайте первый раз анализируйте упражнение номер четыре вы читаете этот текст еще раз в это после того как уже проанализировали его в этот раз на этот раз вам будет большая часть понятно читать вы будете более плавно и легко если что-то забылось из перевода и значения опять идем словарик и уточняем вспоминаем освежаем данном случае удобнее естественно работать с онлайн текстом они с тем который именно видео и наконец упражнение номер какой 5 у нас до опять послушайте языка носителей тут уже по интуиции как вам как вам больше нравится смотреть в текст не смотреть текст такого железобетонного сценария вам дать не могу так как мы все люди разные поэтому кому-то так лучше кому-то так лучше ну вот эта процедура может растянуться не на один час да и не на один присест поэтому если вы поработаете с этим видео но на более аудио конечно чем видео на самом деле если вы поработаете с этим аудио сегодня немножечко завтра и послезавтра это очень хорошо торопиться не стоит чем глубже тем лучше чем больше повторений тем лучше окей друзья да в тексте выделены как всегда некоторые фразы на которые я вам рекомендую обратить внимание даже если вы в английском уже далеко не новичок но это чисто субъективно я уверен что у вас если вы действительно будете читать этот текст мелькнут слова новые фразы в любом месте текста не только эти синенькие которые тут по выделял ну вот друзья я думаю что задание для работы вам понятно после этого аудио я уже на связь выходить как бы не буду чтобы не занимать ваше время поэтому я вам желаю заранее на период красивого английского удовольствие от этого текста и от того как его читают языконосители ну и удовольствие от того что если вы с ним поработаете то вы обогатите свой английский новыми фразами словами будете лучше читать и понимать английский на слух это я вам обещаю особенно английский на слух если вы действительно поработаете то по-другому быть тут и не может окей друзья с вами был дмитрий карапенко dos и встретимся в наших следующих видео с awaited у меня Субтитры создавал DimaTorzok No sooner said than done The boy and girl worked quickly and quietly until they could see each other They pressed the hay back firmly until they had made their way into Violet's little room Then she in turn groped until she found Benny Hello, little cinnamon, whispered Violet playfully And Benny at once made up his mind to laugh instead of cry But laughing out loud was almost as bad So Henry took his little brother on the hay beside him and talked to him seriously You're old enough now, Benny, to understand what I say to you Now listen, when I tell you to keep still after this That means you're to stop crying if you're crying Or stop laughing if you're laughing And be just as still as you possibly can If you don't mind, you will be in danger Do you understand? Don't I have to mind Jess and Violet too? Asked Benny Absolutely, said Henry You have to mind us all, every one of us Benny thought for a minute Can't I ask for what I want anymore? He said Indeed you can Cried Jess and Henry together What is it you want? I'm awful hungry Said Benny anxiously Henry's brow cleared Good old Benny, he said We're just going to have supper Or is it breakfast? Jess drew out the fragrant loaf of bread She cut it with Henry's jackknife into four quarters And she and Henry took the two crusty ends themselves That's because we have to be the strongest And crusts make you strong Explained Jess Violet looked at her older sister She thought she knew why Jess took the crust But she did not speak We will stay here till dark And then we'll go on with our journey Said Henry cheerfully I want a drink Announced Benny A drink you shall have Henry promised But you'll have to wait till it's really dark If we should creep out to the brook now And anyone saw us He did not finish the sentence But Benny realized he must wait He was much refreshed from his long sleep And felt very lively Violet had all she could do to keep him amused Even with Cinnamon Bear and his five brothers At last Henry peeped out It was after nine o'clock There were lights in the farmhouse still But they were all upstairs We can at least get a drink now He said And the children crept quietly To the noisy little brook Not far from the haystack Cup Said Benny No You'll have to lie down And drink with your mouth Jess explained And so they did Never did water taste so cool and delicious As it did that night To the thirsty children When they had finished drinking They jumped the brook Ran quickly over the fields to the wall And once more found themselves on the road If we meet anyone Said Jess We must all crouch behind the bushes Until he has gone by They walked along in the darkness With light hearts They were no longer tired or hungry Their one thought was to get away From their grandfather If possible If we can find a big town Said Violet Won't it be better to stay in Than a little town Why? Asked Henry Puffing up the hill Well you see There are so many people in a big town Nobody will notice us And in a little village Everyone will be talking about us Finished Henry admiringly You've got brains, Violet He had hardly said this When a wagon was heard behind them In the distance It was coming from Middlesex Without a word The four children sank down Behind the bushes Like frightened rabbits They could plainly hear Their hearts beat The horse trotted nearer And then began to walk up the hill If we hear nothing in Townsend They heard a man say We have plainly done our duty It was the baker's voice More than our duty Said the baker's wife Tiring out a horse With going a full day From morning to night There was silence As the horse pulled the creaky wagon At least we will go on to Townsend tonight Continued the baker And tell them to watch out We need not go to Intervale For they could never walk that far We are well rid of them I should say Replied his wife They may not have come this way The milkman did not see them Did he? The baker's reply was lost For the horse had reached the hilltop Where he broke into a canter It was some minutes Before the children dared To creep out of the bushes again One thing is sure Said Henry When he got his breath We will not go to Townsend And we will go to Intervale Said Jess With a definite gull in mind at last The children set out again With a better spirit They walked until two o'clock In the morning Stopping often this time To rest and to drink From the horse's watering troughs And then they came upon A fork in the road With a white side post Shining in the moonlight Townsend Four miles Intervale Six miles Read Henry aloud Anyone feel able to walk Six more miles? He grinned No one had the least idea How far they had already walked We'll go on that way at least Said Jess finally That we will Agreed Henry Picking up his brother For a change And carrying him pig back Violet went ahead The new road Was a pleasant Woody one With grass growing In the middle The children could not See the grass But they could feel it As they walked Not many people Pass this way I guess Remarked Violet Just then She caught her toe On something And almost fell But Jess caught her The two girls Stooped down To examine the obstruction Hey Said Jess Hey Repeated Violet Hey Cried Henry Coming up What did you say? It must have fallen off Somebody's load Said Jess We'll take it with us Henry decided wisely Load on all you can carry Jess For Benny Thought Violet To herself So the odd little party Trudged on for nearly Three hours Laided with hay Until they found The road Ended in a cart path Through the woods Oh dear Exclaimed Jess Almost ready to cry With disappointment What's the matter? Demanded Henry In astonishment Isn't the woods A good place to sleep? We can't sleep In the road You know It does seem nice Down and peered Into the woods It was very warm Listen Said Benny Listen Echoed Violet More water Benny cried Catching his big brother By the hand It is only another brook Said Henry With a thankful heart He wants a drink The trickle of the water Sounded very pleasant To all the children As they lay down Once more to drink Benny was too sleepy To eat Jess quickly found A dry spot Thick with moss Between two stones Upon this moss The three older children Spread the hay In the shape Of an oval bed Benny tumbled Into it With a great sigh Of satisfaction While his sisters Tucked the hay Around him Pine needles Up here Jess Called Henry From the slope Each of them Quickly scraped Together a fragrant Pile for a pillow And once more Lay down to sleep With hardly a thought Of fear I only hope We won't have A thunderstorm Said Jess to herself As she shut Her tired eyes And she did not Open them For a long time Although the dark Gray clouds Piled higher And more thickly Over the sleeping Children End